Открывая неизведанное, в данном случае именно такой разговор идет. Что для нас неизведанное? Наш любимый водопад чудес. И чудес-то много. И мы открываем для себя праздник лучший, перед и после Рождества Христова. Это и есть Новый год. И все говорят, как Новый год встретишь, так ты его и проведешь. В данном случае результат уникальный и особый. В прошлом сюжете я вам рассказывал о ресторане Лагуна. Сегодня тоже, но тема другая. Шведский стол. Не пробовали? А я на свадьбе это делал. Так вот какая красота, какая красота. Да, а вот для того, чтобы так вам приготовить еду вкуснейшую, надо встать не в 7 часов утра, в 7 часов утра я сюда приехал, а надо встать в 5 часов утра, потому что вот это. Все это и есть шведский стол. К слову, почему я приехал ранненько и с утра? Давайте все-таки переговорим о наших событиях. В городе Магнитогорске очень большое количество банкетных залов. Но я очень-очень сильно сомневаюсь, что вы эти банкетные залы готовили себе вот так. Все красиво и ровно и замечательно. Потому что этот комплекс рассчитан на вас, господа мои, уважаемые жители Магнитогорска, гости, да, и те, кто хотят отдохнуть. То есть вот это, да, красиво, вкусно. И вы не думаете, что это я все съем? Поверьте мне, я это все съем. Здравствуйте. Теперь возникает другой вопрос. То есть, опять же, о приготовлении пищи, да? То есть, если этот комплекс заточен для вас, господа, то вы должны понимать, что он заточен для вас круглый год. И круглые сутки, и времена года тут абсолютно для вас. По одной простой причине. Это реально изумительно. Теперь, как мы должны это вкушать? Ну, естественно, я все это дело вкушу и продемонстрирую. А почему я это дело вам показал? Да, у меня была такая жизненная ситуация, да-да-да, свадьба. На эту жизненную ситуацию, на эту мою свадьбу я пригласил лучших специалистов. Это был Валера Гемерверт, самый качественный видеооператор города. И все мои сюжеты, это для него, естественно. Юра Пориалин, это был самый качественный видеооператор МГТРК. Еще один товарищ был с ТВИНа, тоже хорошо. К сожалению, ну, не все уже живы к тому-то моменту. И ресторанчик у меня был тоже такой неплохой, магнит, если вы помните, да? Вот. Естественно, там был меню, это отдельная тема беседы. Но перед этим, а вы, наверное, про это уже и забыли, да? Ну, к тому-то моменту я уже хорошо пожил, ездил и везде, и всюду посмотрел. И я так же сделал. То есть, было отдельное блюдо, на которое мы могли покушать. Да, это было тоже хорошо. То же самое и вы можете здесь заказать себе. Ну, зачем ресторан заказать? Хотя можете заказать и ресторан, можете и это отдельно сделать. То есть, эти блюда, ну, и там есть еще отдельные вещи, которые мы сейчас не можем вам показывать. То есть, можно сделать это. Представляете, вот это вам готовят в 5 часов утра, чтобы потом могли вот это все так же хорошо покушать. Мне говорят, что я это сделать не смогу, обращаясь к нашему вниманию образца 97-го года. Мы именно тогда с Андреем Хиловским ездили в Соединенные Штаты Америки. Вот примерно то же самое я там взял, но мы перед этим еще и покушали, да-да-да-да-да-да. Поэтому я это сделать не смог. А здесь я это сделать смогу, не торопитесь. Я никуда не тороплюсь, в действительности то. Показать, как это все делается вкусно. Вот. То бишь, вот об этом мы и будем говорить. Вы пришли сюда, у вас есть качественный отдых. Качественный отдых, приготовленный для вас. То же самое, что, допустим, мы будем говорить о количестве отношений к удовольствию. Если это делать, то у вас случится, чтобы в 43 года вы сказали всем подряд, что я уже много чего умел и даже сделал более того, что я в этой жизни был бы, то это было бы хорошо, здравствуйте. То есть, смотрите, без воровства, без всего, к 43 годам, к 43 годам, естественно, я получил два высших образования практически, стал практически кандидатом технических наук. То есть, образование-то у меня было совсем другое. Советский Союз вы понимаете, да? Тогда мы еще сдавали экзамены, а не вот это долбанное. Ну, я не знаю, как, может быть, это хорошее для кого-то, но ЕГЭ-то мне не сильно нравится, естественно. И группа-то у нас была Энергофаг, теплофизики. То есть, на наши мысли в институте нам еще и грузанули структуру под названием... А мы работали по определенной схеме. То есть, мы работали постоянно. И вы знаете, я очень сильно, сильно, сильно и реально сильно сомневаюсь, что кто-либо вообще, кроме группы F92 или F91, не помню как, получил бы высшие баллы, даже не высшие баллы, называется, не сдавал бы физическую химию. Да-да-да-да-да, а мы это сделали. Так что, ребята, группа была вот такая. Во всем остальном, во всем остальном, то есть, вы должны понимать, да, или тогда, или сейчас. То есть, мы даже не будем говорить о нашем уровне образования. Или тогда, или сейчас. Мы поговорим о том, что, насколько это все качественно, а это очень качественно. Для того, чтобы вы поняли, давайте все-таки вопрос номер один. Вы каким-то образом состыкуетесь ради удовольствия, да? Ну, просто, это не сильно сложно, заказать один номерочек, чтобы вы утром смогли так же покушать. Это не сильно сложно, удовольствие, там, 3 800 заплатили, ну, это недорогое удовольствие. Отдохнули, искупались, а уточком пришли и покушали, да? Так вот, вы попробуйте, а после этого соберите то, что вы посмотрели, и сделайте грамотный выбор, куда вам необходимо прийти для того, чтобы можно было качественно отдохнуть. А отдых здесь вот такой. Можно в ресторане «Лагуна» очень хорошее место, реально очень хорошее место и крутое. Я тут неоднократно был, естественно. А еще можно туда вниз спуститься, и там очень хорошо тусануться, имея благополучие вот такого качества. Да, ценники ниже ресторанных, но аромат тот же, и вопрос, где отдыхаем. Но здесь, в ресторане «Лагуна» и в лучшем месте, и это ниже, и звук есть, и удовольствие. К слову, можно собраться компанией разное, места хватит, и получать отличное ощущение из всевозможных. Ну, в связи с тем, что я не могу все это дело вам продемонстрировать, у нас эфир короток. Это все съедено, съедено, да-да-да-да. Вы тоже можете этого попробовать. Поехать сюда, заплатив 3800 рублей супругой, с супругой вечерочком скупаться в аквапарке, а утром прийти и вкусить вот такой шведский стол. Давайте щетка и определимся. Я шведский стол видел столько, сколько вы не видели. Хотя есть отдельные товарищи, которые круче, чем я ездил. Ну, да ладно, вот. Но с другой стороны, они же не везде ездили и не видели те шведские столы, в которых-то мы и кушали. Дэн, а у нас шведские столы были очень крутого уровня, такие all-inclusive, самые крутые столы вообще в природе. И чтобы вы там могли отдохнуть, эта сумма такая будет, ну, не совсем те денежки, которые я вам объяснил. Теперь, когда мы будем говорить о тех шведских столах, о том, что было сейчас, я вам скажу так. Не буду говорить о количестве баллов, которые я бы поставил этому комплексу, но уж поверьте мне, это явный был бы пик. Таких блюд очень-очень-очень-очень редко, чтобы вот так все было красиво. Поверьте мне. Теперь возникает другой вопрос. Вот, у меня есть табель оранга. В моем табеле оранга мы будем говорить о нескольких кухнях. Так вот, в случае шведского стола, я бы сказал, что лучший шведский стол, это только сделанный в России. Да-да-да-да-да-да-да. Я все прекрасно понимаю, что везде режут колбасу, сметану и все остальное, но какая здесь колбаса, какая здесь. Это вообще полное удовольствие. К слову о том, что вы можете... А, кстати, я решил попробовать соляночку, да. Вообще, честно говоря, везде и всюду я вкушаю солянку, для того, чтобы посмотреть, насколько это вкусно. Вау! Вы знаете, давайте все-таки определимся, что эта солянка даже круче, чем я ее готовлю. Хотя я уже кое-что умею делать. То есть я умею монтировать, я умею снимать. Я много чего умею в этой жизни, да. Я также умею кушать, готовить, но настолько круто. Это... Не, ну это вообще не это. Господа мои, и те, кто хотят проявить качественный отдых, для того, чтобы вы это делали... Я ничего не буду говорить про себя лично. Вы просто сюда приедете, спокойненько отдохните, утром покушайте, а потом подумайте, куда еще дальше-то идти. И если честно, давайте все-таки скажем, что город Магнитогорск не такой уж плохой город. Я вчера ездил на Банное, ну в смысле в Абзаково, то есть везде и всюду очень красиво, ровно. То есть давайте посмотрим, что мы можем здесь отдыхать круглый год, понимаете? Круглый год купаться, загорать, массажироваться, ездить на картинге, туда-сюда смотаться. Ну, был у нас, к сожалению, лимонарик кончился, но тем не менее все остальное у нас очень-очень неплохо. Уж поверьте мне, да, поверьте мне, и придите сюда, и покушайте то самое удовольствие на ваши лучшие праздники. А мы говорим о ресторане, о нашем и ненаглядном шведском столе. Сколько я их кушал, то из разряда отелей и сервисов и не перечесть, но удовольствие не везде такое. А теперь о том, что имеет заслуженное четвертое место. Это русская кухня. Поверьте мне, я ездил и вкушал очень красивое очарование. Но всегда наша кухня меня манила. Всегда хотелось селедочки, пельмешков, этого не было. А это есть здесь. И еще есть замечательные блинчики. Вкусные-вкусные, очень-очень. Как это все красиво, да? Потому что я здесь нахожусь. Да, 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 да. Теперь мы будем говорить о тех, у кого не так уж большое количество денег. Допустим, про ресторан. Да. И, конечно, мы хотим вам это все дело продемонстрировать. Я сегодня вам показал замечательный шведский стол. Если честно, вот после этого есть еще, даже до сих пор не хочется. Теперь мы вам покажем то, в чем вы можете покушать спокойненько, легко и просто в блинной. Мне говорят, что какие-то бешеные ценники. Я говорю, какие могут бешеные ценники, когда все рассчитано для вас. Все абсолютно рассчитано для вас. Ну, то есть я сделал так, то есть два варианта, три варианта. Естественно, первый вариант – это салат. Так, сейчас вспомню, как он называется. А, камчатский, вот, камчатский салат. Он стоит 40 рублей. И кофеечку. Второй вариант – это замечательная котлета с картошкой. Ну, в смысле, это пюре картофельное. Цена вот этого всего, это получается примерно 70 или 80 рублей. Ну, не более того, как, может быть, чуть-чуть, но не сильно много больше. Вариант номер третий, естественно, это замечательный плов. Все готовится здесь же. То бишь, если вы хотите крутизна, для вас будет и крутизна. Если вы хотите красиво, ровно, ну, я не знаю. То есть, это что, плохо, что ли? Взяли хорошее это, это и это. То есть, грубо говоря, ну, в пределах 200-300 рублей вы уже конкретно покушаете, да? Ну, либо что-то еще повеселее. Вопрос нет. Все, что хотите, делается для вас. Насколько все это дело вкусно, буду говорить быстро. Вот. В связи с тем, что, как бы, я некоторый специалист в области общественного питания, да? Я уже не помню, сколько я сюжетов-то делал. Ну, да ладно. То есть, гораздо больше, чем всякие другие телевизионные издания, естественные. Вот, мало того, как бы, я все-таки любитель грамотного телевидения. И когда это телевидение было таким же человеком, как и я, да, мне всегда Соловьев нравился, как он хорошо, вкусно и питался. Но я очень сильно сомневаюсь, что он настолько хорошо, вкусно и питался. Хотя, ну, почему нет? У человека с деньгами все в порядке, кушает он регулярно. Ну, это, как мы вам показываем. Отличный камчатский салат, в котором помидоры сочетаются с крабовыми палочками, сырыщие есть, майонез. В общем, очень интересно и оригинально. Мне разу такого не ел. Замечательная вещь. Теперь картошечка с котлеточкой. Сейчас только быстро-быстро. Дай. Вау. А котлетка того стоит. Дай картошку. То есть, можно и покушать, и отдохнуть. Ммм, это мента. Третий вариант – плов. Быстро-быстро. Время у нас горит. Плов замечательный. Вот. Ммм. Отличный, хорошо пропаренный рис. И курица. А, не курица. Ммм. Мы говорим про свинину. Хотя, в принципе, можно сделать и с бараниной, и с горадина. Пробуйте и получайте максимум удовольствия. Вот она. Вот так то. Три варианта. И, по сути, все три можно сделать в один день. Объедитесь, и будете знать лучшие чувства, которые дарит вам Магнитогорский аквапарк «Водопад чудес». И блюда хороши. И удовольствие тоже. Три варианта.